Я попустил двухтисячного года. Мне кажется, это было лет тридцать назад. Прекрасно. Супер. А почему ты поехал? Ну, в смысле... Мой агент отправил фотографии в сторону. И в сторону сказали, да, мы хотим. И кто снимал там? Кто только не снимал. А при сколько ты работал? Ну, в смысле, я первый раз съехал на три месяца. И потом ездил туда, опрятал туда, опрятал туда, опрятал. Помещал. А, ты вообще поедал туда путешествовать? Ну да, получается так, когда ты в модельном бизнесе занимаешься, тяжелый образ жизни. У тебя там такой трид, да, такой был? Ну да, ты ездишь с сезоном на сезон. Мужские шоу. А ты прям серьезно работал моделью? Прям вот как основная профессия? Ну да. У меня был период, когда я этим занимался, прям очень... Жестко, ну как профессия. Потом я начал это все мешать, грубо говоря. Модельный бизнес с стилистическими вещами. Начал работать с Сумачева, помимо модели как стилист. И потом понеслась, как бы, хотел самовыражаться уже другим способом. А с кем интересно из российских дизайнеров? Ну, кроме Сумачева, я так думаю, что его сам. Он нет. Ну, он нет. Сейчас, про что сейчас еще? Российский дизайнер. Какой-нибудь работал? Ну, как модель или как дизайнер? Как стилист. Как стилист? Ну да, я работал в Арсеникуме. Это Дмитрий Логинов. Работал с Гайдаем Костей. Работал Pure Joy Fashion. Это новая марка. Вот, типа, год назад сделала. Не, не год назад. Полгода назад. Ну, короче, не предыдущая фэшн, которая сейчас была. Да, предыдущая. 6 месяцев назад. Потом марка Садо. А если ты, так сказать, работаешь в качестве стилиста, ты показываешь модели, что делать? Или рассказываешь? Как это происходит? А это же столько ситуаций, когда некоторым моделям даже не нужно ничего говорить, они все понимают, что ты с ними делаешь, они сами дают эту энергию. Некоторым моделям нужно, конечно, выносить здесь могу. А ты можешь, глядя на модель, сказать, что нет, этот образ, несмотря на то, что мне очень нравится, никогда она не имеет никакой твое вид. У тебя есть твое вид. У меня, на самом деле, к этому вообще другое отношение. Наоборот, интереснее работать, когда очень много, очень много проблем. Например, каких? Ну, например, знаешь, что девочка вообще не может работать. Да? Она не гнется. И как азарт начинается. А, так. Нет, это не лом. Да, типа, дерево. сейчас мы из тебя сделаем пластилин. И начинаешь, и начинаешь ее, прямо, грубо говоря, ломать, доказывать ей то, что, слушай, да ты же можешь это. Смотри, оп, оп, оп. И потом понимаешь, что дерево становится, не дерево уже. А, слушай, ты настолько харизматичный персонаж. Своей харизмой не бывает так, что человек начинает просто тебя отзеркаливать? Отзеркаливать? Отзеркаливать. Вот он тебя видит и хочет быть просто на тебя похожим. Ну, да, такое бывает, конечно. Такое бывает, да? Только во благо. Безусловно, да? А бывает так, что, как бы ты ни старался все равно преодолеть, вот, то есть, сам персонаж напротив тебя тоже очень, так сказать, в себе умеренный и в себе несет определенную тему. Я тогда пытаюсь подчеркнуть это. А, то есть ты это, да? Да, конечно. Ты это не очень удивляет. Смотри, пожалуйста. Ага, сейчас.